Америка. Стало известным имя той, кого уже прозвали королевой пыток в секретных тюрьмах ЦРУ. Кто она, в каком фильме ее видели? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Имя человека, который убеждал начальство спецслужб продолжать использовать пытки, могло бы навечно остаться тайной. Но факты стали публичными благодаря Эдварду Сноудену, бывшему сотруднику АНБ и ЦРУ, который слил тонны информации журналистам. И теперь она плавно публикуется, например, на сайте Интерсепт. Итак, Альфреда Быковски. Именно она сыграла первую скрипку в концерте по одурачиванию Сената, когда тот пытался узнать правду о методах ЦРУ. Также Быковски вменяют и непосредственное участие в программе самих пыток. Но в докладе о способах ведения допросов спецслужбами, который недавно здесь наделал очень много шуму, она фигурирует анонимно под псевдонимом «Эксперт». После террористических атак на башне Близнецы, напомню, Америка объявила войну исламским радикалам. И с 2002 года Быковски гнула свою линию, доказывая, что пытать заключенных – это очень эффективно. Именно поэтому пресса уже окрестила ее «Кролевой пыток». Поговаривать ее образ уже спели растиражировать кинематографисты, например, в фильме «Цель номер один». Там, правда, есть и положительный момент. Киношная Быковски определила место нахождения самого Усамы Бен Ладена. Было ли это в реальности? Скорее всего, да. Она ведь была одним из ключевых членов команды, которая выследовала Бен Ладена. Здесь еще один факт из трудовой биографии Быковски. Она уже была фигурантом громкого внутреннего расследования в начале нулевых. Она тогда не передала информацию ФВР о двух террористах, которые приехали в Америку. Возможно, ради того, чтобы не спугнуть более крупную рыбу. Этот факт, надо сказать, на карьере ЦРУшницы никак не отразился. За «Кролеву пыток» уже вступаются многочисленные топовые чиновники спецслужб. Но после того, как ее имя обнародовали, на Быковске может быть объявлена настоящая охота. Родственники жертв, замученных за стенках секретных тюрем, прощать не готовы. Да и вряд ли умеют. И, судя по всему, в череде громких изоблачений. Это далеко не последнее имя. Дмитрий Иловский, Юрий Романев. Подробности Американское бюро телеканала Интер.